МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами один из самых молодых, талантливых и титулованных мотогонщиков в России. Это Давид Леонов. Здравствуйте, Давид. Здравствуйте. Давид Леонов – мотогонщик. Молодой спортсмен впервые сел на кроссовый мотоцикл в пятилетнем возрасте. А уже через пару сезонов 7-летний Давид впервые поднялся на подиум в детском чемпионате России. В 10 лет он переехал из Ростовской области в Москву, где продолжил тренироваться и участвовать в соревнованиях. В 14 Давид Леонов стал обладателем кубка по кантри-кроссу. В 18 выиграл кубок эндурокросс. В активе этого спортсмена – участие в ведущих мировых эндуроралли и других российских и международных гонках. Добро пожаловать в Владивосток. Здесь вы уже отметились к участию в соревнованиях. Расскажите, с каким настроением приехали и чем это в итоге завершилось? Приехал с настроением шикарным. Ну, я лишь первый день, когда прилетел, не очень чувствовался, потому что все-таки длинный перелет, и нужно было поспать. А первым делом, что я сделал после прилета, это поехал ставить на мотоцикл, который мне здесь дали в аренду, подвеску, и не получилось поспать особо. Поэтому первый день с утра, конечно, так не очень чувствовал себя, потому что еще проснулся в 4 часа утра и не привык к этому времени. Но к обеду настроение разгулялось. Тренировочка прошла успешно, мотоцикл настроил, и финальный заезд с пролога выиграл с большим отрывом. Но если говорить все-таки об окончательных итогах соревнований, вы же ведь не скрывали, что ехали в Владивосток за реваншем. Да, такой разговор был. Безусловно, ехал как бы отомстить. Ну, все-таки все понимают, что немного не моя дисциплина, но это не повод, что я не могу ехать, я могу ехать. Первый день в субботу выбрал место стартовой третьей, потому что у меня было преимущество после квалификации, то есть после пролога. Я решил выбрать старт за более быстрыми. То есть первый раз стартовал Антоний Труш, вторым Роман Давидович. И как бы дальше там уже была пауза, поэтому я все-таки решил третьим стартовать. Стартанул, достаточно быстро догнал Антония и Рому. Ехали достаточно долго вместе. Мы с Ромой от Антония отстали немного, потому что ошиблись в одном месте. И как бывает, пропала связь с GPS-ом, и навигатор повис. И мы проскочили какую-то часть трассы, которые должны были съехать, и поехали по участку трассы для хобби. И из-за этого нам на финише присудили обоим по 30 минут штрафа. В общем, вторую часть трассы, она была отличная. Отличная. Я обогнал Антония и Рому. Достаточно далеко оторвался от всех. Ехал первый с большим отрывом. То есть у меня от второго от Ромы было 6 минут, от Антония 9 минут. Подъезжая к финишу, за 3 километра до финиша, у меня навигатор опять стал странно себя очень вести. И трасса ходила не туда, куда было нужно ехать. Я стал немного паниковать, что мне делать, куда ехать. И пока я там ездил влево-вправо, влево-вправо, подъехал Давидович, и затем подъехал Антоний. И в итоге у нас финиш получился Антоний, Давидович, и я третьим финишером. Ну, все мы два друга финишировали. Да, но вашу тройку многие предсказывали, вашу призовую тройку, только был вопрос, да, какая будет расстановка. Какая будет расстановка будет, да. Значит ли это, что ваши поклонники могут ждать вас в третий раз за окончательным реваншем? Да, меня всегда на граждане спросили, и ты уже билет не заказал, я говорю, еще вчера. Я уже думал, что из-за штрафа в 30 минут, что будет все-таки тяжело. Выехать на какое-то более лучшее место, чем второе или третье. 30 минут все-таки это приличный отрыв. В итоге у нас получилось 30 минут, и разница после первого дня. Ведь вы выступаете в нескольких дисциплинах. Каким образом вы расставляете приоритеты в плане соревнований? То, что интереснее, то, что полезнее для карьеры, как вы устраиваете? В основном это, наверное, все-таки суперэндуро. То есть это стадионная трасса, которая по длине всего лишь 300 метров. Она очень закручена, проходит на закрытых стадионов. Но может также на улице проходить, по сравнению. Это чемпионат мира, он проходит зимой. То есть летний сенок все-таки чуть-чуть другая дисциплина. Получается, это как раз экстрим-дуро. Но опять же, экстрим-дуро, они опять разные есть. Он же Эдж, это все-таки экстрим-дуро ралли называется. Потому что это очень длинная трасса, два дня и езда по навигатору. Большинство основных гонок, в которых я участвовал и участвую, это хард-дуро, они без навигации. И гонка однодневная. Мы уже назвали ребят, которые оказались с вами в тройке. Это приморские парни. Если говорить более широко об этом виде спорта, представленном здесь в Приморье, у вас была возможность ознакомиться? На каком уровне сейчас проходят тренировки, соревнования у спортсменов? Что касается карт-дуро, именно основной гонки, я думаю, что уровень у двоих достаточно неплохой. Но у Антони достаточно легко едет, кайдет. У всех там есть какие-то определенные проблемы. Все-таки за длинное протяжение километров, которые проезжаем за день, есть разные места. Там затычный, скоростной, есть каменные участки, речки каменные, подъемы, спуски. У всех где-то хуже, где-то лучше получается. В принципе, у них у всех местных, достаточно все легко получается. Что касается меня, для таких мест в горах, я не прикатанный, и все-таки надо привыкать. Потому что первый день до заправки, ну, полтора раза под всем проехали. Я еще не привык к трассе. То есть с точки зрения рельефа было сложновато? Да, у меня нет чувства. Вот они едут, и я не знаю, что может быть там внизу. А у меня нет этого чувства. То есть я могу туда ехать быстро, а там, может, трасса закончится. И приходят за тормажей, там, год сворачивают, там, где-то в камни, камни, в пустыку, ну, как, куда трасса выходит. Они как-то более поспокойнее, как-то все это, плавник все делает. Что касается еще пролога, то есть, ну, грубо говоря, это трасса Суперендура или там Эндерокросс, одно и то же все это. Ну, уровень слабый, честно. Говорят, что они не тренируются по нему, но у нас в Машке тоже нет таких трасс, как когда они построили. То есть все-таки недостаток практики или в чем причем? Думаю, что да. Все-таки нам нужно хотя бы иногда выезжать на такие трассы и тренироваться, потому что без тренировок дельно получается все в общем делать. За пределами своего вида спорта вы ищете в жизни какого-то экстрима? Например, сегодня я чуть не погиб по толку со змей. Шучу, шучу. Мы поехали на море просто прогуляться и шли между деревьев, и под ногами оказалась гадюка. Ого. Ну, мы недолго думая, сначала бежали от нее, потом взяли палку. Да, вы человек подготовленный, бежали быстро, я думаю. Нет, я не успел среагировать. Взяли палку, я поднял ее палкой и мы начали фоткать тебя. Ну, это такой легкий экстрим. Ну, в целом, конечно, экстрим это все-таки получать такой необычный кайф, какого-то, чтобы страшно было. Конечно, люблю все, что опасно и движется. Я читала, что вы с самого раннего возраста, чуть ли не с пяти лет, попали в мотоспорт. Это соответствует действительности? Ну, мотоцикл сел в пять лет, да. Наверное, этому родители как-то способствовали? Да, папа подарил мотоцикл на день рождения. Ничего себе. Папа связан с мотоспортом? Да, он до рождения старшего брата участвовал в чемпионате Советского Союза. А, так вы потомственный спортсмен. Мастер спорта, чемпионат Советского Союза в 155. Так, хорошо, но вы сразу вошли во вкус? Я не могу сказать, что да, я вошел во вкус, потому что это так давно было, я не помню. Ну, и какие-то моменты есть, как у всех, с детства какая-то память остается. Ну, не всегда нравилось. Все-таки, когда ты ребенок, и там, у меня папа отличался, он меня никогда не заставлял. Я ехал, то, что сам хотел. Но были моменты, когда я и ругался, и говорю, что не поеду, но все равно ехал, это был нагон, особенно я грязь не любил. В детстве, но потом я полюбил грязь. Когда выиграл тверо гонку в грязь, я сразу полюбил ее почему-то. Как я могу судить по вашим каким-то высказываниям интервью, вы не скрываете, что вы спортсмен амбициозный, всегда настроены на победу. А как сами считаете, что больше вас учат победы, поражения? Как вы воспринимаете поражение, когда они случаются? Поражение – это тоже такая, своего рода, тренировка. Безусловно, конечно. Что ты делаешь не так, и можно лучше. Если кто-то выиграет, значит, тоже может быть лучше. Может быть, лучше, чем он. Но вы спортсмен, который, скажем так, достаточно легко переживает поражение и находит, какой урок из этого можно извлечь? Или все же вам это тяжело дается? Ну, если вы правы, то потому что, если у меня депрессия или нет, нет, депрессии нет у меня. Ну, может быть, не депрессия, может, какая-то, ну, такая злость спортивная, что ли? Ну, злость есть. Даже когда побеждаешь, зная там, ну, какие-то определенные гонки, и что есть где-то там, есть кто-то, кто может быть быстрее тебя. И это так и есть. То, конечно, ты знаешь, что можно лучше, можно быстрее. Дальше, что ты победил, то нужно быстрее, нужно работать. Сейчас в мире проводится множество разных чемпионатов, соревнований и фестивалей, экстремальных каких-то мероприятий. Вот из всего из этого на что вы нацелены в первую очередь? В первую очередь, я сейчас, ну, даже в данный момент, пусть уже вот, вот начнется подготовка к чемпионату мира по спирендура, который стартует с начала декабря. Первая гонка, 9 декабря в Польше, город Краков. Старую цель на ближайшие 3-4 месяца, которые, то, что реально, там, к чему я готовлюсь, вот сейчас, в данный момент, потому что готовиться, там, что то, что будет через два года, это, ну, очень, ну, как бы, не совсем, мне кажется, правильно. В общем, готовиться, как, вот, у всех людей есть какой-то момент, когда можно отдохнуть. А у нас такой момент для спортсменов, что мотоциклистов, что сезон заканчивается, ну, может быть, несколько дней, может, там, посидеть дома, там, поесть конфетки и посмотреть все какие-нибудь сериалы. А потом начнется момент, когда ты опять как в новый сезон вступаешь. Опять тренировки, тренировки в зале, занятия с тренером и так далее, запоры на мотоцикле и готовишься всю зиму к новому сезону. То есть у тебя сезон круглый будет. Ну, вообще, по сей поры хорошие карьеры выстраиваются за границей, на зарубежных соревнованиях в первую очередь, или динамика развития этих дисциплин в России, она соответствует общемировой? Ну, не совсем. Мотокросс у нас еще более-менее уровень достаточно сильный. Но все равно, чтобы сделать какой-то шаг, перейти на шаг там, вперед, когда ты уперешься в какую-то определенную скорость, чтобы перешагнуть в другой шаг, уровень, нужно ехать за границу. Это Испания, например. А почему? Потому что ты приезжаешь туда, и у тебя зимой, начиная с, наверное, с октября, с ноября, там тренируются все мировые гонщики. И там вот на каждой трассе, каждый день ты можешь встретить какого-то крутого гонщика, звезду, там, мотокросса, эндуро, потому что там хоть Дакара. Поэтому там есть конкуренция, ты сможешь к ним, тренируйтесь вместе, и, естественно, из-за этого будет расти скорость, потому что ты за кем-то стремишься ехать. Вы лично заинтересованы в том, чтобы ваш вид спорта из такого достаточно нишевого становился более популярным. Готовы ли вы прикладывать усилия к популяризации? Конечно, готов. И хочу, чтобы популяризация росла. Ну, буквально за последние два года популяризация экстрим-эндуро России и конкретно эндуро-кросс достаточно сильно выросла. Очень много людей стали приезжать на гонки. Ну, мы не говорим о профессионалах, мы говорим о любителях, в первую очередь, потому что любители это все-таки они держат весь мир от спорта. Профессионалов их 10, а любителей миллион. С каждым годом людей все больше, больше, больше. Даже конкретно мне, со мной больше людей знакомятся, пишут, спрашивают, какие мотоциклы выше для такой трассы, какие-то там мотоциклы, да вот, я люблю там кататься эндуро, какой мотоцикл мне купить, хускуарный, ПТМ, или я люблю кататься эндуро-кросс или мотокросс, вот такие вот вопросы. Глупый, отвечаешь, да, такой модик для таких условий лучше, чем тот хонда для леса, она, конечно, хуже, чем хускуарная эндурная для леса. Из тех не соревновательных мероприятий, о неких фестивалях или просто каких-то событиях, которые стали проводиться в России. Какое вам кажется наиболее ярким событие в мире экстремального спорта? Например, гонка, которую в лесу проходит, он здесь, ну, достаточно яркая гонка. Вчастливая, да? Да, потому что они знают во всей России, и в том числе Москва, там 8 тысяч километров, но я даже так скажу, что сюда собирались приехать вместе со мной еще несколько ребят из команды «Карт Дурраша». Это, ну, это любители, но они собирались и были готовы ехать, не зная, что у них пошло, не знаю. Но, наверное, все-таки самый яркий это московский чемпионат «Бойный есть». Это чемпионат, где проходит и эндоро-кросс, и экстрим-эндора. То, что как раз дисциплина, которая мне очень нравится. Ну, и, наверное, мой заключительный вопрос. Вот соревнования, с которых мы начали и которыми заканчиваем, он «The Age», и в русской версии это называется «На пределе». Вот вы в своей жизни любите находиться на пределе эмоциональном, каких-то физических сил. Вам нравится вот это пограничное состояние? В спорте и в жизни? В жизни не уверен, а в спорте без этого никак. Потому что у тебя любая гонка, это выкладываешься, чтобы победить на полную. На все 99%. 1% остается. Это финишный рывок. Ясно. Спасибо, успехов вам, Дарит. Спасибо. Приезжайте к нам еще обязательно. Обязательно. В следующем году ждите в гости. Редактор субтитров А.Семкин